всем привет вы смотрите очередную часть нашего видео про выбор спорткара от motor.ru и сегодня у нас r8 против 911 turbo s вообще если бы мне было 16 лет и мне позвонили сказали лёх не хочешь понедельник сравнить 911 r8 я конечно надул штаны от радости но на самом деле это самый плохой тест который только может быть почему скоро узнаем ладно давайте по делу у обоих машин полный привод у обоих 7 ступенчатый робот обе разгоняются до сотни за 2 и 9 секунды но эта машина на 2 миллиона дороже чем вот это настолько ли она лучше пока я думаю что нет но сегодня мы в этом обязательно разберемся погнали салон porsche это всегда салон porsche с одной стороны это плюс потому что он безупречен с другой это минус потому что во первых они мало отличаются друг от друга на первый взгляд и во вторых достаточно сильно приелись и в этом смысле салон r8 выигрывает помните каким был салон прошлый р8 он был так себе а смотрите сейчас какой руль кнопка запуска на руле рычаг кпп мультимедиа ммай огромный дисплей на котором могут отображаться и приборы навигации все что угодно но к сожалению это единственный дисплей но этого достаточно и еще ребята эта машина звучит намного лучше чем porsche намного вот хоть послушать ну какой porsche серьезно это lamborghini настоящий звук lamborghini вам погнали погнали раньше младшие модели девятьсот одиннадцатых были атмосферными от старших турбированных они отличались по цене иногда в полтора-два раза сейчас разница в цене осталось но почти все девятьсот одиннадцатые турбовые однако сравнивать вот эту машину с младшими карерами абсолютно неправильно потому что инженерии этой машины находится на другом уровне здесь активная аэродинамика подруливающая задняя подвеска да и вообще технология подвеска немножечко изменена и здесь конечно же другой наддув самой себе с изменяемой крыльчаткой чтобы не утомлять вас техническими подробностями которые вы все можете найти в сети интернет я просто покажу некоторые ее фишки итак композитными тормозами с спортивными суппортами наверное сейчас уже никого не удивить но турбос например отличается центральной гайкой спортивный штришок теперь подробнее про аэродинамику для того чтобы ее активировать нам необходимо просто завести автомобиль и нажать клавишу на центральный теперь мы видим что из заднего спойлера выехал еще один спойлер увеличив прижимную силу затка но и это еще не все под передним бампером надулась резиновая губа у него вот здесь правой части такое монетину можно сказать такая крутилка которая переключает режимы настройки автомобиля от комфортных спорт спорт плюсы и индивидуал также в центре есть клавиши это такой коротковременный over boost в режиме over boost и все системы машины находится на готове и стоит вам нажать газ отклик будет мгновенным он и без того в общем-то безупречен тот отклик но с этой клавишей он становится по-настоящему трековым ну и набор клавиш который вы видите на центральной панели тоже стандартные это система изменения жесткости подвески пиде сиси и отключение стабилизации регулировки аэродинамики поднятие передка для того чтобы переезжать через лежащие полицейские и отключение старт-стоп поднимем передок поднимается ничего себе работает вижу в последнее время на москвиче там не всегда все работает в начале сюжета я перечислил как много общего у этих машин но различий у них намного больше мы любим audi за то что сейчас в 2016 году они все еще верны концепции атмосферных двигателей в паре с семиступенчатым роботом он разгоняет машину до сотни за 2,9 секунды и сегодняшняя борьба с porsche обещает быть очень горячей первое поколение audi r8 оснащалась днищенским v8 объемом 4 и 2 литра и мощностью 420 лошадиных сил он тоже был атмосферный и ехал он в общем то неплохо но вот ужасный робот все портил сейчас тут все по-другому под капотом v10 мощностью 610 лошадиных сил раньше такие моторы были доступны только для версии gt 7-ступенчатый робот настроен просто изумительно даже в городе вы не чувствуете никаких проблем раньше ездить по пробкам было невозможно сейчас вполне и на треке эта машина очень очень быстро и конечно мне нравится ее салон но еще больше мне нравится то как она звучит вот сейчас это классный звук эта машина проще но она и ощутимо дешевле так вот сегодня нам предстоит сделать выбор какая из них в целом лучше и этот выбор очень тяжелый я думаю мы сделаем его как только прокатимся по треку и вот хотелось бы заняться этим прямо сейчас к нашему сожалению и вашему счастью речь пилота не записалась остался только звук двигателя и мои эмоции из которых можно понять что audi очень быстрый и крайне импульсивный автомобиль но достаточно ли этого чтобы оказаться быстрее и точнее чем porsche обычно тест спорткаров начинается так в этом тесте есть porsche до победитель известен что же в этом тесте тоже есть porsche помните в начале я вам говорил о том что хуже этого теста придумать просто невозможно так вот для меня это действительно так и причина в том что из этих двух машин мне надо выбрать одну выбрать одну вообще если сравнивать porsche с другими спорткарами только по езде на треке наверное porsche будет лучше всегда но если брать во внимание комплекс так сказать характеристик машины в том числе его цену то вполне возможно что r8 может навязать конкуренцию однако давайте поговорим после того как я финиширую фу погнали ё-моё все 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 ребята я уже могу сказать какая машина лучше это мать твою невероятно все что делают эти люди в штутгарте это просто какая то просто договор с богом договор с законами физики что вы там делаете мать вашу во всем мире еще феодальное общество у вас уже 21 век я просто боюсь открывать газ пол там где я это делал на r8 эта машина быстрее эта машина ощутимо быстрее тормоза это тормоза ребята это это тормоза господи она сама мне говорит что делать нет ребята однозначно однозначно 911 лучше r8 на треке просто в этом не может быть никаких сомнений послушайте нет никакого звука никакого скрипа резины то время как на r8 я ехал просто на рогах резина скрипела в каждом повороте и через 15 минут сессии у нас уплыли тормоза р-8 эта машина в которой вам приходится работать porsche это машина в которой вы можете отдыхать и быть быстрым это просто невероятно я торможу перед этим поворотом позже чем я тормозил на р-8 но пока я восхищался немецким инженерным гением пришло время для зачетного круга а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok